всем привет так мы сегодня решили изучить рижский микрорайон болдырая вот который не так далеко от центра риги находится и поселение здесь вообще-то было еще в десятом веке история очень большая и трудно ее всю изучить так что смотрите наше видео оценивайте а мы постараемся кое-что рассказать чувствуете запах а мы чувствуем запах древесины опилок то есть соответственно понятное дело это завод по производству фанеры и вон сзади за мной трубы дымящиеся то есть производство работает очень большой завод латвия сфинерис ну по названию понятно что выпускают фанеру разнообразной толщины вот для производственных нужд завод очень большой и латвия сфинерис довольно таки знаменитый комбинат как минимум в латвии и за границей рядом с заводом интересно увидели такой какой-то памятник промышленной наверно какая-то бетонная опора и туда установили какие-то скульптуры людей а еще интересно что здесь какая-то будка я когда снимал думал что кто-то сейчас выскочит из нее и мне это не очень понравится но обошлось и я не вижу кто там есть вот мы подошли дерево обрабатывающему заводу комбинату я знаю что здесь именно на этом заводе производит мебельный материал дсп ламинированная древесно-строличную плиту ламинированную фурнитуру ну и прочие мебельные производства мебельные материалы для производства мебели да и вот это фирма называется кроноспан то есть этот завод конечно для наших местных мебельщиков очень ценен сейчас мы гуляем по улице гоббас что в переводе с ладисского языка это улица вязов оказывается то есть можно здесь можно найти это фредерик крюгер как он называется да то есть опасность есть вообще балдырая считается довольно таки криминальным районом и в риге где-то вот московский район очень криминальный и балдырая то есть здесь надо ходить осторожно особо не высказываться критично ну соответственно чтоб не получить а я думаю что просто все районы которые на окраине они все считаются криминальными потому что люди до сюда не доезжают рассказывать всякие байки здесь просто живут обычные местные но от райончик находится немножко вдалеке от центра наверно я знаю что по-моему до юрмала кстати 7 километров где-то наверно семьи до риги если до центра так может даже и больше ну вот а сзади это католический костел вознесение святой девы марии по моему так красивый каменный кирпичный но правда мы туда не попали там все под замком красивый костел грандиозно смотрится на самом перекрестке улиц рижская 33 средняя школа балдырайская и красивое здание я имею ввиду вот это вот старое здание сзади видимо новое и вообще я скажу что в балдырае довольно таки много знаменитых людей родилось здесь в балдырае ну и наверное учились в этой школе это такой анатолий соловьев космонавт ссср по счету 65 космонавт и актер народный артист россии юрий богатырев тоже здесь родился и по-моему балдыраин прожил всего родясь прожил всего пять лет и потом с семьей куда-то уехал в россию и певица по моему да амината здесь родилась молодая красивая талантливая девица певица и девица тоже красиво я слышала как она поет живой но у мороз по коже очень талантливая девушка очень большое будущее желаю всяческих успехов она представляла латвина евровидение на не помню в каком году да так-то знаменитые люди здесь балдырая а напойка песенку какую-нибудь аминат но ничего посмотрим посмотрим в интернете наверное найдем видеозапись просто так расхвалила я даже не знаю а еще интересно мы приехали был гора и для нас был дара и болдыра и понятно как произносить мы представили как например если бы литовцы приехали как бы они называли это волдыра и наверно так как мы коверкаем их название в литве наверно для литовца болдыра и не так и легко сказать это полдера школа очень красивая с колоннами на входе то видно что старое здание честно говоря не знаю когда построена кто знает и кто учился в этой школе напишите а это здание интересно тем что это бывшая телефонная станция и ее переделали в жилой дом по какой причине сложно сказать сейчас мобильная связь скорее всего и мало стало абонентов телефонов стационарных поэтому решили заселить людей сюда как я понимаю это вот ход а это на улице гобос бывшие казармы и сейчас конечно расположено очень много магазинчиков может даже квартиры есть в этом здании красивое кирпичное здание посмотрим что тут во дворе ну практически на берегу буль упе речки стоит такая деревянная церковь болдырайская лютеранская церковь она построена в 1875 году сейчас она в лесах и наверное мало чего мы здесь увидим церковь реставрируется церковь реставрируется вот это в болдырае болю п это по моему приток лелупа приток лелупа по моему я не ошибаюсь вот такой променант хороший хорошая погода уточки крякают у нас карманах как всегда пусто просто гуляем красивая речка с утками с утками с утками хорошая погода ровно выложены плитки не споткнешься даже на велике можно проехать да куда мы дальше двинемся на ту сторону пройдем вдоль булюка ну она длинная еще одна как будто пристань наверное для кормления уток для рыбаков да для ныряльщиков вороны улетели а одна уточка осталась да своеобразная такая кристань ну как водичка относительно она теплая а еще вода теплая еще можно купаться ну наверно да у нас воздухом не будет довольно прекрасно ну утка уже услышала что у нас ничего нет и поэтому особо не собирается к нам приближаться нам интересно на нее посмотреть а ей видно не очень да ну вот так вот так поехали куда поехали мы поехали поехали ну наверно на силикат на силикатный завод бывший вот балдера и очень развита все таки промышленность было во всяком случае и вот не хотел пропустить силикатный завод балдера и вот видимо административные здания вдалеке там труба видна здесь какие-то какие-то здания промышленные я знаю что за заводом за этим есть карьер где брали песок соответственно привозили его на завод и изготавливали силикатный кирпич он много где применялся не только в латвии ну вот вот там бывший завод балдера иский или за тем что от него осталось труба и какой-то бетонное какое-то помещение находится карьер как я говорил отсюда брали песочек для завода вот он песчаный кляш кстати красиво очень да? да красиво тут люди балдерайски отдыхают и загорают и такие приезжие как мы ходим снимаем мешаем людям отдыхать мешаем людям отдыхать леска площадка даже есть смотри да леска площадка скамеечки сосновый лес все располагает пикников и силикатный песочек не силикатный я говорю силикатный чисто так шучу нет вообще а ты знаешь как производится силикатный кирпич я знаю берется кварцевый песок с известковым вяжущим и все это гасится известковое в автоклаве по 10-14 часов получается кирпич вот так вот такая процедура так что не специальный песок но кварцевый конечно же ну хороший песок здесь был но большого озера такое вернее карьер там даже вижу солнечные батареи раз два три три загорающих человека хорошего отдыха хорошая чистая теплая водичка ну вот покидаем карьер очень приятный да приятно очень прям такой будто море сосна песок везде песочек асфальтировки нет да есть туалет и переодевалка да заборчики своеобразные оригинальные я думаю что местным жителям тут понравится да ну и не только местным и нам понравилось ну нам надо мы тут навряд ли сюда поехали нет а вообще можно сюда заходить тут стоянка есть вот такое промышленное чудо карьер остался для людей сейчас карьеры купаются загорают так что что-то от селикатного завода осталось вот такие вот балдыраи мостовые старая брусчатка камни это назвать лела эла то есть большая улица и перекресток каптанью эла капитанская улица какие громкие названия а дома какие деревянные да такие деревянные дома красивые а дымоходы какие балдырайский мост сколько я понимаю железнодорожный и автомобильный вот такой вид вот такой вид с моста это опять же булюпе и на самом деле она соединяет даугаву с лелупе которые в свою очередь впадают в Рижский залив ну вот два моста рядышком один железнодорожный и рядом автомобильный люди вроде идут по мосту но тут написано стоп запретная зона пойдем назад тогда вот хорошая площадка для рыбной ловли со скамеечками И такие вот как бы Ограждения, забор Из камней То есть камни Уложены как бы В арматурную сетку И таким образом держатся Ну на этом Наше знакомство с Балдырая Закончилось До новых встреч Посмотрите наше видео Уже посмотрели вообще-то Спасибо, что досмотрели до конца Вообще Балдырая очень интересный город Как бы район, город в городе Здесь и деревянная постройка И 50-х годов много Ну и естественно советская постройка Куда без нее То есть интересное такое место Можно приехать посмотреть Райончик Балдырая, я не говорил Присоединился к Риге в 1924 году Ну вот Самое главное Сказал в концовке Держал интригу Ладно, пока Спасибо за внимание И до новых встреч До свидания Пока